Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Финоптики рассказали, какую погоду ждать самарцам в первые весенние выходные. Мелодия, которая оставила глубокий след в человеческих сердцах. В Самарском дворце ветеранов прошла патриотическая акция «Седьмая симфония в запасной столице». Помогают всем миром. В Самаре появилась еще одна площадка, где активисты плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции. Пункт расположился в технологическом колледже на улице Теннисная. Оценить условия, в которых работают волонтеры, пообщаться с ними и узнать, в какой поддержке они нуждаются, решила глава Самары Елена Лапушкина. Подробности встречи в нашем сюжете. В Самаре появилась еще одна площадка, где активисты плетут маскировочные сети для участников СВО на базе технологического колледжа Кузнецова по адресу Теннисная 25В. Со дня ее открытия ежедневно сюда приходит Татьяна Тутурова. Начинает работать в 9 утра, а заканчивает в 4 вечера. Татьяне Евгеньевне 72, но говорит, когда понимаешь, что труд твой важен, не чувствуешь усталости. То сядешь, то встанешь, то пройдешься немножко. Нет, я не чувствую усталости. У нас приходит здесь несколько человек, каждый выбирает свой участок и плетет. Спать ляжешь, начинаешь это вспоминать, что и как. По словам активистов, на изготовление одной маскировочной сети стандартных размеров 3 на 6 метров нужно 6 мастериц и 4 часа работы. Готовая сеть стоит 6-7 тысяч рублей, себестоимость самодельной – полторы тысячи. Инициатором такого массового плетения стала Ольга Волкова. Когда ко мне домой приехали ребята-артиллеристы, за одной небольшой сетью, хотя у них гаубицы, они нуждаются в огромных сетях. И вот в тот момент, конечно, это он был отправным, пришла мысль о том, что нам надо расширяться. Сначала активисты плели сети в подвале 143-го дома по улице Кирова. Затем появилась еще одна площадка по адресу Молодогвардейская, 65. Но количество желающих помогать участникам СВО растет. Так появилось еще одно помещение – на теннисной. Одна из активисток, Наталья Муратова, в соцсетях рассказала об их деятельности главе Самары. И сегодня Елена Лапушкина приехала в колледж, чтобы оценить условия, в которых работают волонтеры, пообщаться с ними и узнать, какая помощь требуется. Думаю, что это не последнее помещение. Поступила просьба посмотреть помещение в Советском районе. Конечно, мы решили этот вопрос. Ну и текущие вопросы по швейной машинке, да, и, возможно, по материалам. Я думаю, потихонечку-потихонечку мы, конечно, со всем этим поможем. И, безусловно, основная цель – чтобы люди об этом знали, чтобы люди приходили, оказывали помощь. И действительно, когда мы все вместе, мы и сделаем больше, и поддержка чувствуется, ну и, конечно, ребятам надо помогать. Чтобы сетей получилось как можно больше, волонтеры экономят на все. Покупают бобины ткани, сами нарезают ее на ленты шириной 5 сантиметров, в ход идут даже обрезки. Люди есть, помогают, и финансово помогают, и организационно помогают, и делают станки, и режут ленты. Если спросить и говорить, то известно, что их не хватает, и мы их делаем много-много. К нам приходят и другие организации, мы помогаем, и другим волонтерским движениям. Вот это с сетями. Ждем всех, кто готов помогать. Мы решили, что это нужно людей объединять. И это интереснее, это все-таки производство уже, не просто сбор помощи консервов и так далее. А вот мы таким образом объединяем людей, и людям нравится. Всех желающих помочь участникам СВО ждут по трем адресам. В Дворце ветеранов Елена Лапушкина встретилась с почетными гражданами Самары и членами их семей. Поздравила мужчин с прошедшим Днем Защитника Отечества, а женщин с наступающим Международным Женским Днем. Встречи с почетными жителями проходят регулярно, поскольку все они активно участвуют в жизни города и в обсуждении вопросов развития Самары. Глава рассказала об итогах работы за прошлый год и о планах администрации на 2023. Напомню, в областной столице реализуются национальные проекты. Ремонтируют и строят дороги. В прошлом году на год раньше запланированного срока ввели в эксплуатацию развязку на пересечении Новосадовой и Советской армии. В этом году планируют запустить отдельную программу по ремонту тротуаров. Ведется масштабное строительство станции метро «Театральная». Начинается строительство планетария. Благоустраивают общественные пространства. В условиях специальной военной операции жители Самары активно оказывают поддержку в формировании гуманитарных грузов. Глава города регулярно встречается с членами семей военнослужащих и волонтерами. Эти и другие темы Елена Лапушкина обсудила с почетными гражданами. Каждый из участников встречи высказал свое мнение и предложил решение для актуальных городских задач. С 4 марта вводится ограничение движения по улице Галактионовской на пересечении с Красноармейской. Такие подробности стали известны в ходе еженедельного совещания по метрострою в мэрии Самары. Запрет на проезд для транспорта нужен для того, чтобы продолжить строительство новой станции подземки. Какой вид транспорта сможет проехать по перекрестку и как долго будут действовать ограничения, узнала наша съемочная группа. Проезд ограничивают, но есть и исключения. В связи со строительством станции метро «Театральная» с 4 марта на перекрестке улиц Галактионовской и Красноармейской вводят ограничения движения. Такая мера коснется только автотранспорта. А исключения сделают для трамваев и машин полиции, скорой помощи и пожарной охраны, транспортных средств, принадлежащих гражданам, проживающим в зоне ограничения движения, а также служебного транспорта для обслуживания промышленных и торговых объектов. Вопрос о вводе ограничений движения обсуждали на совещании в мэрии. Актуальные задачи по продолжению строительства новой станции «Подземки» разбирали под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. Он отметил, что ограничения должны были ввести в праздничные выходные, но потом сроки решили перенести. Сегодня в ночь должно закрытие быть перекрестка. И специально делали на выходные, чтобы было закрыто, и люди понимали, что до первого числа на сегодняшний день промайходит. Запрет до первого сентября вводят, чтобы подготовить площадку на улице Галактионовской для продолжения строительства «Театральной». В конце марта, начале апреля сюда привезут тоннели «Проходческий комплекс». В зоне стартового котлована в историческом центре готовят платформу, чтобы разместить аппарат на ней. Сейчас специалисты устанавливают необходимые крепления. Это такая обойма, которая монтируется на забойной стенке, которая позволяет ТПНК входить и выходить. Конструкция, облегчающая ему вход в породу. Тем временем активно продолжают трудиться и на перекрестке улиц Полевой и Новосадовой. Стартовый котлован здесь уже готов на 85%. Все укрепляющие сваи установлены, рабочие начали рыть и вывозить грунт. Закончить работу на 100% планируют за месяц, до 1 апреля. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию «Театральной» добраться из отдаленных районов до исторического и культурного центра «Самары» можно будет быстро и комфортно. Эксперты убеждены, что после открытия новой станции пассажиропоток в подземке увеличится минимум на 15%. При необходимости муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» сможет обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. Для этого потребуется выход большего количества составов, а значит и машинистов нужно будет больше. Этой весной планируется набрать целую группу для обучения. В дальнейшем уже умелые машинисты будут работать и на новом участке линии метрополитена. Также в этом году продолжат капитально ремонтировать подвижной состав подземки. В порядок привели уже более половины парка. После капремонта срок службы вагонов увеличили еще на 15 лет. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События. В Самарской области в этом году отремонтируют 24 участка дорог, ведущих к медучреждениям, общей протяженностью более 175 километров. Работы проведут в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Отремонтируют участок трассы «Самара-Бугруслан-Кинель-Черкассы» и три искусственных сооружения в составе дороги, в том числе автомобильный мост через пойму реки Большой Кинель, протяженностью около 200 метров. Мост в этом месте соединяет две части села, в одном из которых находится районная больница. В Самаре отремонтируют 9 участков уличной дорожной сети, ведущих к медучреждениям. Обновят 9 километров московского шоссе от проспекта Кирова до автодороги. Подъезд к Самаре от М5 «Урал» неподалеку от больницы Середавина. В Самаре скорректировали схему движения 61-го автобуса. Это связано с работами на водоводе в районе дома номер 25 по улице Солнечной. Дорогу пришлось перекрыть. Сейчас автобусы идут по объездному пути через улицы Шверника, Новосадовую, Губаново в направлении Колизея. Нюансы проведения диктанта победы в этом году обсудили на заседании в Городской думе. Всероссийская акция пройдет 27 апреля. На каких площадках состоится испытание, сколько будет вопросов и как к ним подготовиться, расскажем в сюжете. Самара готовится к проведению диктанта победы. В этом году он пройдет на 655 площадках 27 апреля. Об этом говорили на заседании в Думе городского округа Самара. В диктанте будет 25 заданий. Пять вопросов будут касаться истории региона, остальные – общероссийские. За три дня до проведения испытания все площадки проверит специальная комиссия, чтобы участники не могли списать. В марте со всеми организаторами площадок пройдет совещание, на котором обсудят технические вопросы. Каждый бланк участника диктанта победы имеет свой индивидуальный идентификационный номер. И необходимо, чтобы нам не потерять ни одного бланка, правильное заполнение, то есть четкий инструктаж. Презентация у нас уже готова, как заполнять, какие поля, чтобы мы максимально обработали каждый бланк каждого участника. Диктант победы пройдет на базе образовательных и социальных учреждений в библиотеках на заводах. В этом году особое внимание уделят проведению диктанта на оборонных предприятиях. Уникальные площадки должны быть у нас всегда. У нас город, вы знаете, это была запасная столица, у нас город о трудовой доблести. Мы уделяем этому очень большое внимание, поэтому уникальные площадки у нас есть. Мы историю должны поднимать, напоминать людям, потому что молодое поколение уже, к сожалению, многие эти площадки не знают, но мы их должны показать, рассказать об этих площадках. И эти площадки будут у нас центральны в этом году. Предполагается, что в этом году диктант победы напишут более 45 тысяч учащихся. Для абитуриентов хорошее прохождение испытаний особенно важно. Победа дает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Сертификат победителям выписывают в Москве. Подготовиться к диктанту можно с помощью робот-тестов на сайте диктанта победы. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Культурная инициация. Почему в отрочестве важно открыть в себе творческое начало? Эту актуальную тему обсудили в Доме журналистов за круглым столом, главные редакторы газет и телевидения, журналисты, актеры и общественные деятели. К какому выводу они пришли, расскажет Сергей Кизоркин. Авторы ведущие программ телекомпании «Самаргиз» Инесса Панченко вот уже несколько лет учат журналистике, операторскому искусству и режиссерскому мастерству ребят из детского дома. Признается, чтобы увлечь и заинтересовать подростков, нужно самой любить профессию и, конечно, детей. Тогда все получится. Своим опытом мастер поделилась за круглым столом с коллегами в Доме журналистов. Там обсуждали актуальную тему – культурная инициация. Почему в отрочестве важно открыть в себе творческое начало? Мне бы хотелось сказать большое спасибо не только Инессе Панченко, но и телеканалу «Самаргиз», потому что это действительно «Майош-ТВ», которым она занимается. Это какая-то такая щемящая история, не хочется называть телевизионным проектом, потому что это такая очень человеческая и очень важная история, по-моему. Творческая самореализация у подростков рассказали участники дискуссии. Редакторы средств массовой информации, журналисты, писатели, актеры и общественные деятели зачастую отсутствуют вообще. Все дело в современной виртуальной жизни. Молодые люди больше времени проводят с гаджетами в руках, чем занимаясь в творческих мастерских. Поэтому эксперты уверены – проблему мало обозначить, ее нужно решать. Однако действовать необходимо дипломатично. Всегда важен баланс. Это очень важное слово нашего современного мира – баланс. Его надо выдерживать, стараться выдерживать. То есть не давать скатываться в какую-то или иную сторону и стараться держаться той самой золотой середины. Неважно, мне кажется, возраст. Хорошо, когда человек приходит раньше к нормальным истинам, грубо говоря, к пониманию того, что мир спасет только любовь и красота. Это здорово, если он придет к этому рано. Если он приходит к этому поздно, это тоже хорошо, потому что у него всегда есть шанс встать на нормальную, скажем так, дорогу. Историю успехов реализации творческих мастерских от театральных до телевизионных с участием подростков подвигли авторов проектов к новым вершинам и к новым начинаниям. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Далее коротко о других темах дня. Призывной возраст может измениться с 18 до 21 года и предельные до 30 лет этой осенью. Об этом заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Законопроект могут внести в Госдуму весной. Документ в Нижнюю палату поступит от правительства, поскольку инициатива была озвучена министром обороны Сергеем Шойгу. Бондарев отметил, что в настоящий момент законопроект о повышении призывного возраста находится в работе. Он уточнил, что документ требует тщательного комплексного подхода, поэтому принять и начать применять его до начала весеннего призыва вряд ли возможно. В Самаре возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести. Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, 22 февраля в Кировский отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним привезли двух мужчин в возрасте 41 года и 46 лет с ранениями. Они рассказали, что травмы получили возле одного из домов на Волжском шоссе во время конфликта с неизвестными проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий. Сотрудники Куйбышевской железной дороги проводят акцию «Безопасный переезд». Ее цель – привлечь внимание водителей к проблеме нарушения правил дорожного движения. С начала года на Куйбышевской магистрали произошло одно ДТП на переезде на перегоне Мастрюково-Курумыч в Самарской области. В прошлом году было зафиксировано шесть подобных происшествий. Все они произошли из-за невнимательности и игнорирования знаков безопасности. Железнодорожники напоминают о том, что около переезда необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор. За нарушение правил водителю грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев. В Самарской области завершился сезон охоты на некоторых животных. Об этом сообщили в региональном департаменте охоты и рыболовства. С 28 февраля в область закрылась охота на пушного зверя. Это бобры, зайцы, лисы, боровой дичи, вальшнепы и тетерева, а также на кабана. В течение 20 дней после окончания сроков охоты на пушного зверя, боровой дичи и в течение 10 дней после окончания сроков охоты на копытных животных охотникам необходимо сдать разрешение по месту его получения. Банк России возобновил печать банкнот на 5 и 10 рублей. Они уже входят в обращение в ряде регионов и дополнят имеющиеся монеты. Летом ЦБ планирует запустить в оборот модернизированные банкноты в 100 рублей и представить новые 1000 и 5000 рублей. Календарная весна стартовала. В начале марта соответствует ей и погода в Самарской области. Температура потихоньку повышается. Ветер и давление в норме. Благодаря чему зима сдает свои полномочия, выяснил наш корреспондент. В Самару пришло небольшое весеннее потепление. В первой декаде марта синоптики прогнозируют погоду выше нормы на 3,5 градуса. Днем плюсовая температура, ночью столбики термометров будут опускаться ниже нуля, рассказывают специалисты Привожского гидрометцентра. Такая переменчивая погода в Самаре и области будет благодаря поочередно надвигающимся атмосферным фронтам, которые образуются в Атлантическом океане и проходят через скандинавские страны. Ожидается погода, облачно с приснением погода. Ночью мы снег небольшой ждем лишь местами. Днем с приближением теплого фронта снег пройдет уже повсеместно. При юго-западном ветре 7-12 метров в секунду. Последующие двое суток погоду будет определять влияние фронтальных разделов. Поэтому ожидаем преимущественно облачную погоду. Небольшие умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Преимущественно в ночные и утренние часы местами будет образовываться гололедица. В Самарте уже в ожидании теплой весны, хотя считают, что зима пока еще не собирается сдаваться. В марте еще должен быть снегопад. В нашей классе, по крайней мере, все ожидаемо. До апреля точно будет лежать. До середины. До 14-го. Уже тепло. Поэтому будет чудесно. Я думаю, что так. Ждем, что будет очень хорошо. Прекрасно. И все будет таять. К 8 марта наверняка будет хорошая погода. В то же время метеорологи считают март зимним месяцем, а началом фактической весны в большинстве регионов называют 20-е числа марта. Именно в это время зима начинает уступать место весне. По данным специалистов Гидрометцентра России, холоднее обычного в этом году будет в южных регионах. Не слишком теплый март ожидается на Урале и в Сибири. При этом самыми холодными точками в России в марте этого года станут Якутия и Таймыр. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. В связи с тем, что в городе повышается среднесуточная температура, на водоемах начинает подтаивать лед. Он превращается в неоднородную рыхлую снежную массу, толщина которой не превышает 10 сантиметров. Такой лед не выдерживает веса человека. Администрация Самары настоятельно рекомендует воздержаться от пеших прогулок вблизи водоемов, прогулок по льду, катанию на лыжах, тюбингах, а также от подледной рыбалки. На спусках к рекам Волга и Самары расставлены предупреждающие аншлаги. Переход по льду запрещен. Если вы увидели провалившихся под лед людей, срочно зовите на помощь. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами и ползком добирайтесь до пострадавшего. Желательно, чтобы самый легкий человек двигался первым, так как чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда больше. И также ползком вытягивайте пострадавшего на берег. Используйте доски, палки, говорится в сообщении городской администрации. Телефоны экстренных служб 01-101-112. Эта мелодия оставила глубокий след в человеческих сердцах и в истории. В Самарском дворце ветеранов прошла патриотическая акция «Седьмая симфония в запасной столице». О том, как великое произведение, отражающее волю к победе, связано с Самарой, расскажет Александр Гусева. В каждом звуке след история. Создание известной «Седьмой симфонии» Дмитрия Шостаковича напрямую связано с нашим городом. Композитор был эвакуирован из родного Ленинграда в Кубышев в самом начале войны. Именно здесь, на Волжской земле, он закончил работу над своим музыкальным произведением, которое в дальнейшем стало одним из самых узнаваемых. «Седьмая симфония» Дмитрия Шостаковича впервые прозвучала 5 марта 1942 года в городе Кубышев, 81 год назад. В честь этой памятной даты в Самарском дворце ветеранов состоялась патриотическая акция «Седьмая симфония в запасной столице». Конечно, прежде всего, цель сегодняшней акции, патриотической, это воспитание в подрастающем поколении гордости, гордости за поколение победителей, за тех людей, которые действительно ценой жизни отстояли победу и какова роль была в этой победе искусство. В концертном зале Дворца ветеранов собрались представители общества инвалидов, учащиеся школ, военнослужащие, чтобы почтить память автора легендарного музыкального произведения и узнать для себя что-то новое об истории города и края. Внимание уделяется периоду, когда Кубышев являлся столицей нашей страны, и в этот период в Кубышев приезжает Дмитрий Дмитриевич Шостакович. В квартире, которая была ему предоставлена, Дмитрий Дмитриевич поставил финальную точку в своей симфонии. Седьмой симфонии репетиции проходили в Дворце культуры на втором этаже, где располагался симфонический оркестр. Участникам акции показали документальные фильмы, а на сцене выступили музыканты. Исполнив известные композиции, в том числе и те, которые были написаны Дмитрием Шостаковичем. В завершении встречи гости посетили музей культуры и искусства Кубышева в годы войны. Александра Гусева, Игорь Казановский, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. 5 марта в Самаре пройдет ярмарка вакансий промышленных предприятий. Сообщает телеграм-канал администрации «Вести с Дворянской». На предприятиях ждут как профессионалов, так и начинающих специалистов. Работодатели предлагают дополнительные трудовые гарантии в рамках социального пакета для своих сотрудников. Помощь в решении жилищных вопросов, профобучение, повышение квалификации. Санаторно-курортное лечение для работников и членов их семей. ДМС, доставка служебным транспортом. Ярмарка вакансий пройдет 5 марта с 14 до 16 часов. По адресу проспект Кирова, 147, на первом этаже. Более 1 миллиона жителей региона прошли диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. Информирует телеграм-канал администрации железнодорожного района Самары. Основная цель – раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать диспансеризацию в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале госуслуг. В России с 2021 года реализуется проект «Пушкинская карта». Его цель – сделать искусство доступным для молодежи. Благодаря господдержке ребята могут бесплатно посещать спектакли, кинопоказы и выставки. В Самарской области уже больше 70% студентов и школьников оформили «Пушкинскую карту» и с удовольствием ходят в театры, музеи и кино. Выбор большой. На сегодняшний день участниками проекта «Пушкинская карта» являются 147 учреждений культуры региона, сообщает телеграм-канал администрации Красноглинского района. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok